Сегодня президент страны Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В первой церемонии оглашение прошло в центральном выставочном зале Манеж. Интерес к посланию огромный. Оно отражает позицию главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики. Число гостей превышало тысячу. Это представители Госдумы, Советы Федерации, руководители регионов, министры, главы основных конфессий. В числе приглашенных глава республики Михаил Игнатьев. Вот как прокомментировали послания депутата Государственной Думы от Чувашии. Сегодня львиная доля послания была посвящена обеспечению национальной безопасности и военному строительству. Новым видом вооружений. Для меня очень важно, как для гражданина, понимать, что моя мирная жизнь обеспечивается в полной мере. И что сегодня мы находимся в безопасности. Что мирные процессы не будут остановлены. И нам очень важно понимать, что мы не нападаем, а мы обороняемся. И что мирная жизнь, вот все, что мы делаем, чтобы у человека нашего, у нашего гражданина были возможности улучшить свои жилищные условия. Чтобы были возможности доступного образования. Чтобы была доступна медицина. Вот все, о чем он сегодня говорил. Но между тем, чтобы все это действительно было возможно и завтра. Потому что вы видите, что есть сегодня новые вызовы и угрозы. И на эти вызовы и угрозы нужны ответы. Приятно было услышать мне послание, что Владимир Владимирович остановился на проблеме развития городов. Программа «Комфортная городская среда». Средства на этих целях более чем в два раза увеличиваются. О развитии городов должны участвовать и сами жители. Местным администрациям рекомендую согласовывать проекты развития городов с жителями. И жители должны сами определять, что в первую очередь необходимо для города. Какие проекты нужно в первую очередь развивать в городе. Это такой открытый диалог населения с властью, с местным самоуправлением. Хочу отметить, что город Чебоксары у нас развивается много со временем. Благоустроятся новые общественные места. Прекрасная набережная. Город Чебоксары готовится к юбилейным датам. 550-летию города Чебоксары, столетию Чебоксарской автономии. И к этому времени многие общественные места будут благоустроены. Важно для меня, что город Чебоксары последовательно, целенаправленно развивается. Все мои коллеги, все участники данного мероприятия, исторического, не побоюсь этого слова сказать, конечно, ощутили энергетику, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А сегодня это, я считаю, что немаловажно для нас, для всех граждан Российской Федерации. Ну и то, что касается непосредственно работы депутатов Госдумы, членов Совета Федерации. Конечно, по итогам послания, по тем задачам, которые поставлены правительству, нами будет утверждено постановление. И все положения данного постановления будут учтены в работе над законодательными актами. Я думаю, что послание, обращение не только к Федеральному собранию, а к тем жителям Российской Федерации, оно является сегодня поистине историческим. И именно это послание должно консолидировать и объединить все население России.